Здравствуйте, я Марина Смарагдова и сегодня мы займемся биографией одного из красивых и загадочных домов Ярославля. Он располагается на углу улиц Пушкина и Собинова. Сейчас здание занимают различные офисы, но когда-то оно принадлежало богатейшей фамилии Ярославцев, Пастуховых. Здание напротив, в которой сейчас располагается поликлиника, также принадлежало знаменитой фамилии. Здесь как раз и родился Николай Петрович Пастухов, тот самый, что оставил в наследство Ярославцам техническое училище и ремесленную школу. Богатство фасадов очень недвусмысленно сигнализирует о зажиточности владельцев. Вполне возможно, что дом неоднократно перестраивался. Когда на этом месте впервые было возведено здание, неизвестно, документы отсутствуют. Но на плане 1799 года здесь уже отмечена застройка. В фундаменте здания обнаружен большимерный кирпич, своеобразный индикатор возраста. Он показывает, что кладка не моложе 18 века. Во дворе главного дома располагались и другие постройки. Комнаты для прислуги, конюшня. Ну, а это здание называлось странно приимный дом или богодельня. В кухне всегда подогревалась пища для бедняков. Мы никогда не увидели бы эти роскошные интерьеры, если бы не ярославские реставраторы. Собственные выходные иногда в долг зимой с электрическими печками они восстанавливали штефр ярославского зодчества. Работы были произведены достаточно быстро, всего за два года. А перед этим здание целых 10 лет находилось в бесхозном. Ярославцы должны знать их имена. Виктор Иванович Васин и его сын Михаил, Василий Федорович Николаев, Андрей Витальевич Зубченков. Сегодня управляющий дом Николай Ильич Степанов с гордостью показывает роскошную лепнину и вспоминает, как тяжело, но радостно было работать. Потолок сделан по старинным тетежу. Это исполнил его Воробьев Алексей. Это местный мастер. Самоучка, как говорится. Здесь у вас спальная. Вот печка. Она из Ростова. Вот она все сохранилась. Спасибо, Роза Годи. Пожалуйста. Приметы прошлого здесь рассеяны на каждом шагу. Вот заслонки печки, идущей с первого этажа. Аутентичный наборный паркет, бережно восстановленный. А вот раскрытая фреска, имитирующая дерево. Одна из загадок этого здания удивительная по красоте и фантастическому сюжету фриз. Можно с уверенностью сказать, другого такого нет в Ярославле. По легенде, Пастухова отправили в Италию ярославского художника, который вернулся и создал здесь необычный шедевр. Зимний сад. Так называют эту комнату. Сейчас проемы между колоннами застеклены. Но при подлинных хозяевах здесь гулял ветерок. В пору коммунальных квартир стены утеплили. Росписи были спрятаны. Их открыли в 2011 году. Знатоки уже назвали росписи помпейскими. По колориту стен, фигурам, цветочному орнаменту действительно напоминают открытые в 18 веке фрески, засыпанные пеплом везуевья города. А вот фриз с фантастическими существами – это уже нечто загадочное. И тоже восходит к римской традиции изображения в гротах. Их обнаружили в 15 веке. Событие было сродни разорвавшейся бомбе. Их зарисовывали знаменитые художники. Так гротескные бестии вошли в декоративное искусство и так неожиданно явились в Ярославле. Наличие этого фриза косвенно указывает на дату постройки – середина 18 века. Николай Ильич показывает нам уникальный холст. На нем изображена гибель Помпеи. Холст чудом сохранился в лоскутках на чердаке. Полотно украшало потолок зимнего сада. И в скором времени реставраторы займутся его восстановлением. Зимний сад располагался над проездными воротами. Наверху пили чай, внизу по воске спокойно привозили товары, необходимые для хозяйства. Фото 1936 года. На крыше дымники в виде журавлей. Единственные в Ярославле. Они были утрачены в прошлом веке. Это здание ждало своего участка почти 100 лет. Когда в 2011 году здесь началась реставрация, мастера вынимали из штукатурки пули, которые попали сюда в 1918 году во время мелгвардейского мятежа. Нам думается, что этот дом еще ждет исследователей своей биографии. До встречи на городском. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова